В Венсплс и посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов побывал впервые. От города, отметил посол, остались только приятные впечатления. Я тронут, что дневное время на улице нет людей. Наверное, все работают. Конечно. Да, потому что в Риге днем много пешеходов. И это очень приятно. И то, что я увидел в свободном порте и беседовал с руководством порта и с членами его правления, ту информацию, которую мы получили и по управлению порта, и по его деятельности, и его реальным достижениям и планам, это производит очень хорошее впечатление. Венсплскую шоколадную фабрику «Победа» посол назвал Одиссее 22 века. На предприятии трудится всего 25 человек, при этом производятся немалые объемы продукции. Это хорошо и одновременно это немножко пугает. Получается так, что та тенденция, которая началась еще в 70-е годы прошлого века, она продолжается, и люди вытесняются техникой. Отсюда задача власти учебных заведений, различных структур по трудоустройству реабилитировать людей на новые функции, на новые профессиональные критерии. Посол выразил свое восхищение в качествах воздуха в Латвии и конкретно в Венсплсе. А то, что венсплщане порой жалуются на экологическую ситуацию в городе, посол оценивает однозначно. Ваша избалованность и отсутствие знания реальных условий существования в некоторых регионах мира делает вас счастливыми. Дай вам Бог в этом заблуждении оставаться. Дышите глубже. Ответственность за напряжение в отношениях между Латвией и Россией, говорит посол, лежит совсем не на Латвии. Латвия в этом смысле, в этом выборе не свободна. Она часть Единой Европы, она член НАТО, а политический климат сейчас очень такой, не знаю, как говорят, на точке замерзания. Здесь ответственность не латвийская, а ответственность российская и американская. Вот если мы договоримся между собой, если мы сможем найти подходы взаимные, равноправные, взаимовыгодные, а не какие-то капитулянские, никто не хочет сдаваться и никто не будет сдаваться. Если нам говорят, измените свою политику, и тогда вы будете счастливы, мы лучше помучаемся. Потому что это наша политика, это наши интересы, и мы их так понимаем. Одновременно, с той стороны, вполне искренне, я думаю так, могут не понимать этих интересов. Знаете, как в семье. Какое счастье зятя? Это теща. А когда сватаешься, посмотри, не на невесту, а на тещу. Если она тебе подходит так лет через 20, женись. Если нет, лучше думай. Так что, вы знаете, я убежденный оптимист, и я абсолютно уверен, что отношения соседей всегда важнее и качественнее, чем даже отношения с родственниками. Никуда мы друг от друга не уедем. Мы жили и будем жить вместе. Главное искать те возможности и те опции, которые не подвергаются вот этим резким политическим перепадам. А такие опции есть. Развитие российского бизнеса в Латвии затруднено. И у этого одна причина – принадлежность к стране. Для развития нашего бизнеса за рубежом необходимо финансирование. Нам каналы финансирования с Запада перекрыты. Мы можем делать это только за счет внутренних наших ресурсов. Чаще всего их недостаточно для успешного развития бизнеса в Европе или где-то еще вне России. Каким образом мы сможем это делать? Нам не дают денег. Причем не дают денег именно по принципу. А, русские, мы вам не дадим. Во время визита посол и консул также встретились с соотечественниками, проживающими в Венсполсе.